здравствуйте друзья на связи Денис Телегин сегодня видео у меня будет о грунтовке а точнее о том чем дешевая грунтовка отличается от дорогой недавно я был на одном из наших объектов это квартира в новостройке я обратил внимание что соседняя бригада которая делает ремонт на одном с нами этаже все время используют дешевые отделочные материалы не знаю кто их покупает либо сам заказчик либо прораб но факт остается фактом все отделочные материалы дешевые итак друзья на примере акриловой грунтовки рассмотрим настолько ли дешевые материалы выгодны и не придется ли потом заплатить двойную или даже тройную цену акриловая грунтовка это водная дисперсия воды и акриловой смолы водная дисперсия это две жидкости которые не растворяются друг в друге в нашем случае это вода и акриловая смола то есть вода не дает акриловой смоле слипаться как только мы наносим грунтовку на стену вода испаряется акриловая смола слипается и создает защитную пленку акриловая смола проникая внутрь во первых укрепляет рыхлые основания дело его более прочным и во вторых создает защитную пленку которая препятствует проникновению влаги внутрь почему это важно к примеру мы наносим штукатурку на стену которой ничем не загрунтована тогда стена впитывает себя всю влагу и штукатурки она просто не может набрать свою прочность становится рыхлой и трескается а вот если мы наносим штукатурку на загрунтованную стену то влагой штукатуркой внутрь не уходит поэтому штукатурка сохнет естественным путем и набирает свою прочность и здесь друзья очень важно какое количество акриловой смолы присутствует данной грунтовки чем ее больше тем грунтовка лучше проверить это можно следующим образом на стекло мы нанесем несколько капель грунтовки если на следующий день у нас на стекле появится пленка то значит грунтовка хорошая а если на стекле появится небольшая муть которую можно легко стереть тряпкой то знать что эта грунтовка не имеет никакого смысла и так друзья в завершении этого видео хочу сказать что использование дешевых материалов не ведет никакой выгоде а наоборот мы тратим лишние деньги и увеличиваем сроки ремонта то есть примеру мы можем купить 5 10 литровых канистр дешевые универсальной грунтовки скажем за 350 рублей или можем купить одну канистру качественной грунтовки например циризит 117 и данная грунтовка обойдется нам дешевле на этом у меня друзья все смотрите мои другие ролики и подписывайтесь на мой канал это обязательно спасибо 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 у меня у меня у нас apa я